Всем привет! С вами Игорь. В этом видео я расскажу, как я подключал двухтарифный счетчик, оформлял ночной тариф. Мне это было и сейчас нужно для моего теплового насоса, так как он работает от электроэнергии, плюс у меня есть теплоаккумулятор на 400 литров, и таким образом я стараюсь больше его эксплуатировать ночью. Какая в этом выгода? Ну, ночью, это с 11 часов до 7 утра действует этот ночной тариф. Электроэнергия считается в два раза дешевле, то есть 0,5 от действующего тарифа. Ну, сейчас я не буду говорить, какой тариф, потому что он через месяц изменится, и это будет неактуально, но ночной тариф, он всегда будет половина от действующего тарифа, который сейчас есть. 0,5 тарифа. Есть еще трехтарифные счетчики. В принципе, счетчик один и тот же, просто закладывается в него три тарифа. Но три тарифа я не советую делать, потому что для простых обывателей, для людей это невыгодно. Там я считал, и многие говорят, и в энергослужбе там в РЭСе говорили, что три тарифа это для организаций, каких-то фирм, им выгоднее это. А для частиков таких физических лиц, для обычных домогосподарств, три тарифа не выгодно. Два тарифа самый оптимальный вариант. Это ночной и дневной. То есть дневной это единица, один обычный тариф, как у всех. Ночной это пол тарифа. Итак, как я подключал этот ночной тариф? Сначала вам надо купить счетчик. Вот такой вот счетчик. НИК. Вот я купил вот такой счетчик. НИК. 2100. Ну, не обязательно именно такой вот модель. Ну, что там сейчас уже есть 2101, 02. Там есть и трехфазные они, и двунаправленные, и на большую мощность. Ну, это один из самых дешевых из этой вот марки, бренда. Вот. Советую именно вот такой вот НИК брать, потому что, ну, они вам ее точно установят. Если у вас там, ну, далеко РЭС, или вы не хотите идти узнавать, но я бы советовал сначала пойти в местный РЭС сельский и узнать, какие они ставят счетчики. Ну, чтобы вам не купить такой счетчик, который вам не поставят. Вот. Ну, что там есть какие-то марки счетчиков, российских вроде бы, которые они уже не ставят. Ну, это уже политика. Вот. Ну, я пошел, вот узнал. Вот такие счетчики, они по-любому ставят. Они у нас там, приз-курант, есть перечень счетчиков, он стоит на первом месте. То есть, если вы возьмете, если вы в Украине живете и возьмете вот этот НИК бренд, это украинский бренд, украинский счетчик, вам ее точно по-любому поставят. Вот этот вот по-любому. Да и даже, когда вы зайдете в электромагазин или там интернет в электромагазин, вот первое самое, что вам выбросит, это вот эти счетчики. Это самые популярные счетчики, их ставят по-любому. Итак, купил я вот такой вот счетчик. Ну, я, правда, купил, поехал в Черкасс и сразу ее там купил, и сразу в РЭС ее отнес, сдал. Можно в интернет-магазине купить, ну, там выходит немного дешевле в интернете, но с пересылкой получается то же самое, что и в электромагазине. Так что вам решать, какой, где вам покупать. Итак, купил я счетчик, сразу отнес в РЭС, в районный. Вот что интересно, надо в районный относить РЭС, местный, сельский РЭС он не берет. Нет у него таких полномочий, вот, брать эти счетчики у людей и устанавливать. Ну, что, ну, они так мне объяснили, ну, получается, конечно, глупость такая, что надо ехать аж в район, в районный РЭС ввести людям эти счетчики, ну, уже как есть. Вот, сразу я купил его, отвез туда, написал заявление, там, прошу поменять, мне счетчик, ну, если он уже есть счетчик, если нет, то установить новый, вот, заменить тот на вот этот двухтарифный, день-ночь, вот, и там все такое, что-то уже не помню, что я там писал. Ну, короче, это быстро делается, там никаких проблем нет, никакой бюрократии, проволочек, просто заявление пишите, оставляете им этот счетчик, они записывают ваш телефон, контакты, как с вами связаться, вот, и говорят там, ждите. Вот, они его сдают на параметризацию, программацию, там, программируют его, вот этот день-ночь заносит тариф, время, все там, настраивают его, и передают уже сюда, в ваш, в мой сельский РЭС, чтобы они уже приехали, установили. Короче, я ждал где-то примерно около месяца, потом со мной связались, вот, там, завтра будете дома, мы приедем, поставим счетчик. Я говорю, ну, ладно, буду, все, они приехали, там, полчаса или час что-то его ставили, вот, и теперь у меня вот этот работает. Сколько это стоит? Сам счетчик, ну, тогда, когда я его покупал, он стоил что-то около 1200 гривен, сам счетчик, там, плюс-минус, где-то там, каких-то 50 гривен, ну, около 1200, плюс установка была уже 800 гривен, раньше они дешевле устанавливали, потом подняли цену, сколько сейчас установка, не знаю. Ну, короче, я в 2000 гривен вложился, и мне получился счетчик с установкой, что-то там, не помню точно, но около 2000 гривен, ну, по-моему, меньше даже 2000, точно уже не помню. Вот, ну, насколько это выгодно, да, всех интересует? Мне, мне лично, это очень выгодно. У меня ночью и свет горит на улице, по ночному тарифу это в два раза дешевле. Тепловой насос у меня работает ночью тоже в два раза дешевле. Вот, холодильников, может, у кого-то много, там, морозильной камеры, там стоит 2 холодильника, морозильная камера, но я на многих знаю, у которых не один холодильник, и оно, соответственно, много тянет электроэнергии. Вот, ночью они будут у вас работать в два раза дешевле, ваши холодильники. Бойлер тоже, так же самое, можно, там, не выключать ночью, или, наоборот, ночью включать, ночью он нагреет по более дешевому тарифу ночному, а днем ее выключить, тоже будет горячая вода целый день. Это тоже выгодно. Вот, ну, там вариантов, короче, множество. Электроотопление, у кого-то, может, теплые полы через электроотопление, тоже очень выгодно, вот этот вот ночной тариф. Вот, ну, короче, одни плюсы. Мне это понравилось, экономит реально денежки. Вот, я всем советую, тем более, что это несложный процесс, это легко его оформить, никакой там бюрократии нет, не надо туда ходить, там, 10 раз, это не зеленый тариф оформлять, там, или еще что-то такое. А вот это очень просто сделать. Вот, ну, так сказал я, да, 0,5 тариф действующий ночной. Там, в этом счетчике, есть, кстати, таймер, который переключается с 11 часов, он действует до 7 часов, он включается с 11, выключается, в 7 утра работает вот этот точной тариф. Вот, и у меня там есть видео, я показываю, собственно, сам счетчик там в плейлисте энергосбережения, кому интересно, смотрите. Там я делаю обзор самого счетчика, что он может, там, функционал, вот, там он может и напряжение сетевое показывать, и мощность потребляемую в данный момент домом, там, или каким-то электроприбором тоже он может показывать. Вот, такой интересный счетчик. Там у него уже заложен вот этот переход зима-лето на час, вот это, все это у него там уже запрограммировано. И вам будут приходить вот такие вот квитанции на электроэнергию с двумя уже показателями, то есть вы будете сдавать в рез не один уже, там, как раньше, да, что вот столько-то цифру, а будете две цифры сдавать. Там оно переключается, у меня Т1 на счетчике это ночь, Т2 это день. Вот, и у вас будут такие вот тоже квитанции приходить день и ночь, сколько счетчик натянул электроэнергии днем и сколько ночью. То есть вы будете каждый месяц сдавать две цифры, вот, день и ночь. Ну и, соответственно, они там потом считают и вам присылают эти вот квитанции об оплате. Вот, так что всем советую еще раз, это выгодная вещь, даже у кого нет там электроотопления или теплового насоса, ну, это, я считаю, он окупляется довольно быстро. Мне он уже окупился буквально там. Вот, ну вот так вот оно получается. Ладненько, что может не сказал, забыл, пишите в комментариях, спрашивайте. Всем пока, до следующих видео. Продолжение следует...